Привет, друзья! Снова рада видеть вас на своем канале Наши в Польше. Надеюсь, вы не забудете поставить лайк на это видео и обязательно подписаться. А мы сегодня поговорим про транспорт в Польше. Итак, в Польше существуют все виды общественного транспорта, за исключением, наверное, только троллейбусов. Есть и автобусы, и трамваи, и метро. В Гданьске это метро ходит поверху и называется СКМ. СКМ соединяет все три города Труймяста, то есть Гданьск, Дыню и Сопот. И также на нем можно доехать до не совсем соседних городов, таких как Вихерово и Леборг. Стоимость на все виды транспорта в Польше зависит от расстояния. Проезд по городу в среднем составляет порядка 3 злотых 60 грошек. Можно купить также часовой билет и сменить в этот час столько транспорта, сколько вам нужно. Это очень удобно, если вы собираетесь ехать куда-то с пересадками. Часовой билет стоит 4 злотых 40 грошей. Покупка билетов на общественный транспорт возможна целыми тремя способами. Это билетоматы, которые стоят на улицах или в помещениях на станциях. Естественно, касса. И приложение, которое называется Ягдояды. Приложение действует во всех крупных городах Польши. Его можно скачать в плеймаркете. Вот так выглядят эти билетоматы. Здесь можно расплатиться картой и наличкой. Выбираешь станцию, сколько тебе нужно билетов, ну и покупаешь. Так выглядит билетик. Если покупаете билетик в кассе, то его нужно не забыть обязательно прокомпостировать. Билетик на СКМ можно прокомпостировать прямо на станции в специальных автоматах, а в трамвае и автобусе прямо внутри. Очень важно не забывать прокомпостировать билет, потому что если будет проверка и вас поймают, то будет штраф. Даже несмотря на то, что билетик куплен, штраф трамвая, если не ошибаюсь, порядка 100 злотых. Поэтому лучше не забывать об этом маленьком нюансе. Как я уже говорила, билеты на трамвай и автобус в Польше можно купить через приложение Ягдояды. В приложении можно забить начальную точку назначения и конечную, куда вы собираетесь, и посмотреть, на чем можно доехать. Он показывает транспорт, через сколько минут прибудет, и тут же можно купить билет. Для тех, кто не особо любит общественный транспорт, в Польше действует прокат велосипедов и прокат самокатов. В принципе, правда, сейчас проката велосипедов нет почему-то, а самокат можно взять. Причем любой. Здесь много-много разных фирм на выбор, много разных приложений. Какой встретиться на пути, вернуть можно хоть и его. Для того, чтобы взять самокат, нужно установить приложение, заплатить за него денежку, разблокировать и, собственно, кататься. Велодорожки, кстати, вот как раз я иду, не на велодорожки. Они по всему, по всему городу, не только в Гданьске, вообще во всей Польше, во всех городах. Очень они внимательно относятся к велосипедистам. Даже отдельные светофоры есть. И еще вот такие вот скутеры тоже можно в прокат взять. Итак, друзья, сегодня мы поговорили с вами про общественный транспорт Польши, про то, как купить билеты, про то, как правильно пользоваться этими билетами. Надеюсь, что я осветила все самые главные, важные вопросы, касающиеся общественного транспорта. Если у вас есть какие-то еще дополнительные вопросы, если я о чем-то забыла, обязательно задавайте их в комментариях. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал и до новых встреч!